Пермякова Светлана Юрьевна – актриса театра и кино, теле и радиоведущая. Путевку на большую сцену ей дал КВН, где она была участницей команды Парма, после чего она стала одной из самых популярных его воспитанниц. Теперь ее часто можно встретить не только на сцене, но и в фильмах, среди которых Интерны, Зомбоящик, Вратарь Галактики, Первый парень на деревне и многие другие. Светлана Пермякова родилась 17 февраля 1972 года в городе Пермь. Росла в самой обычной семье. Оба ее родители работали на мукомольном заводе. Отец был машинистом электровоза, а мать – щитоводом. Со школьных лет девочка привыкла к сценическим выступлениям, так как без ее участия не проходила практически ни единого спектакля. После окончания школы девушка поступила в Пермский государственный институт искусства и культуры, совершив первый серьезный шаг к своей будущей звездной карьере. С самого момента поступления Пермякова больше специализировалась на комических ролях, а после получения диплома Светлану пригласили в Лысинский драматический театр. Именно на его сцене и произошел актерский дебют Пермяковой. Ей доверили роль в постановке Мурленрло. После этого ее стали приглашать и в другие спектакли. Последовали роли в постановках Зойкина квартира, Прощание от славянки, Набойка мести и других. Зрители просто обожали актрису. Пермякова сумела покорить не только пермскую театральную публику, но и серьезных критиков. Актриса дважды была удостоена почетной областной премии «Волшебная кулиса». В 1998 году Светлана приняла решение уйти из Лысинского театра в Театр юного зрителя, где она дарила детям радость на протяжении долгих семи лет. Отправной точкой успехов актрисы считается участие в высшей лиге клуба веселых и находчивых, но даже здесь успех Пермяковой пришел не сразу. Она дебютировала в этой игре еще в 1992 году, но судьба распорядилась так, что ее команда потерпела поражение в первой же игре, после чего Светлана не появлялась на сцене целых восемь лет. Но в 2000 году актриса вернулась в КВН, чтобы покорить требовательного зрителя. К тому времени Пермякова познакомилась с Жанной Кадниковой, человеком, который в будущем станет одним из соавторов успеха Светланы в составе команды Парма из Пермского края. Триумфальной станет идея постановки номеров о двух недалеких, но находчивых ПТУшницах Светке и Жанке, которые стали настоящими любимицами публики. Зрительское признание вскоре принесло команде второе место высшей лиги КВН. И действительно, сборная подобралась сильнее, ведь помимо Пермяковой и Катниковой в парме блистал Николай Наумов в образе гопника с района Коляна. Первой серьезной ролью актрисы в кино стали съемки в культовом сериале «Солдат», где Светлана сыграла прапорщика Топалову. Начало телевизионной карьеры вышло для Пермяковой на редкость успешным, после чего она стала получать приглашение и в другие телепроекты. Следующим по-настоящему крупным успехом Светланы стала роль медсестры Любы в сериале «Интерны», где она задержалась на пять лет. Следствием столь громкого успеха стала всероссийская премия «Золотой носорог», которую она получила в 2011 году. Параллельно со съемками в «Интернах» Пермякова начала карьеру телеведущей, старт которой пришелся на шоу «Три рубля» на канале РУ-ТВ. Почти сразу же актрису пригласили вести украинский телепроект «Украина слезам не верит», в котором снимались участники из пяти европейских стран. После его завершения Светлана побывала в роли телеведущей проекта «В шкаф» на канале «Пятница» и о самом главном в эфире «Россия-1». Следующая работа в фильмографии актрисы появилась только в 2016 году. Пермякова сыграла героиню Бабу Любу в сказочной истории «Дед Мороз. Битва магов». В фильме о девушке Маше, которая благодаря своим магическим способностям попадает в секретную корпорацию, сняли звезды российского экрана – Таисия Вилкова, Никита Волков, Федор Боднарчук, Егор Бероев и Ксения Алферова. В 2017 году Светлана пополнила свою фильмографию комедиями «Зомбоящик», «Первый парень на деревне», а также криминальным сериалом «Свидетели». Позднее она приняла участие в фантастическом фильме «Вратарь галактики». Осенью 2018 года Пермякова анонсировала открытие детского музыкального театра и студии «Эверест». Светлана стала художественным руководителем творческого коллектива, но столь ответственная должность не мешала ей выходить на сцену всех интерактивных представлений в качестве исполнительницы. В 2021 году Пермякова приняла участие в юмористической передаче «Шоу большой страны», где артисты разыгрывали смешные сцены из жизни и интеллектуальном шоу «Всемирные игры разума». Еще одним новым проектом актрисы стало реалити-шоу «Звезды в Африке». Вместе с другими участниками Светлана отправилась на целый месяц в тропики Южной Африки, где боролась за приз в 5 миллионов рублей. Единственный брак Светланы Пермяковой случился в 2008 году. Тогда ее мужем стал Евгений Бодров, арт-директор одного московского клуба. Однако данный союз просуществовал недолго и уже через месяц после регистрации брака пара решила расстаться. Долгое время о личной жизни актрисы ничего не было известно. Именно поэтому новость о беременности Светланы стала для всех настоящим сюрпризом. В конце 2012 года актриса родила на свет дочь, которую назвала Варварой. На момент рождения ребенка Пермяковой было уже почти 40 лет. Позже стало известно, что отцом ребенка является продюсер Максим Скрябин, который моложе Светланы на 19 лет. Романтические отношения с Максимом Скрябином продлились до 2015 года. Сейчас Пермякова и ее бывший возлюбленный вместе воспитывают дочь и сотрудничают в профессиональном плане. Беременность и рождение дочери заставили Пермякову взять под контроль собственный внешний вид. Светлана всегда была далекой от стандартных модельных параметров и, по ее словам, не испытывала никаких комплексов на этот счет, да и выигрывала от этого, как актриса, ведь режиссерам такой типаж был нужен. Чтобы забеременеть, на исходе четвертого десятка она похудела на 16 кг. При росте 165 см она стала весить 78 кг. Беременность и кормление дочери вернули актрисе прежний вес, но Пермякова быстро привела его в норму. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова